11 февраля 1985 года на космической орбите происходит ЧП. Из-за неполадок в системе управления на беспилотном участке полёта потеряна связь с орбитальной станцией Салют-7. Отказала автоматика подзарядки буферных батарей. Станция обесточилась и полностью вышла из строя. Неуправляемый космический дом, обжитый за 8 лет полёта 10-ю экипажами, остывает. И уже никто не может рассчитать, где он рухнет и на кого упадут несгоревшие обломки. Дело чревато крупным международным скандалом. И ещё одна опасность. Станцию могут захватить конкуренты по космической гонке вооружений и овладеть военными секретами. Как раз в это время Америка разрабатывает глобальную систему стратегической инициативы, знаменитую СОИ, которая способна уничтожать в космосе любые ракеты и спутники. Уже через мгновение информация о происшествии на станции «Салют-7» попадает в американский космический центр НАСА в Хьюстоне. Начинается одно из самых острых противостояний между Америкой и Советским Союзом, которое чудом не закончится Третий мировой. 11 февраля 1985 года в час 30 ночи президента США Рональда Рейгана разбудил телефонный звонок. «Господин президент, необходимо ваше личное распоряжение», – произнёс голос в телефонной трубке. Это был директор Агентства национальной безопасности, генерал-лейтенант ВВС Фаура. В Белый дом не принято звонить по ночам, но ситуация была чрезвычайная. С орбиты исчезла русская космическая станция. «И что я должен сделать?» – спросил президент. «Слетать в космос и найти её?» «Нет, сэр, у нас есть другой вариант. На мысе Канаверал готовится к старту шаттл-челленджер. Если мы перенесём запуск и пересчитаем орбиту челнока, мы найдём в космосе эту станцию, попытаемся снять её с орбиты, и если повезёт, вернём на Землю. Требуется ваше распоряжение и поддержка прессы». Письменных подтверждений, прямых указаний президента Соединённых Штатов о захвате в космосе русской военной станции нет. Документы и вся переписка до сих пор под грифом «совершенно секретно». Однако ближайшие события покажут – президент в том ночном разговоре всё-таки решится на безумный шаг. И мир вновь окажется на грани катастрофы. Для подмосковного центра управления полётами потеря сигнала станции «Салют-7» особой тревоги не вызывает. С орбиты она никуда не денется. Надо перезапустить вычислительные машины, и сигнал появится вновь. Экстренный доклад правительству в ЦУПе решают не делать. Именно поэтому уже на следующий день всё руководство Центра управления полётами вызовут на ковёр к министру. 12 февраля 1985 года ведущие американские газеты выходят под заголовками «Русская смерть из космоса. Советская орбитальная станция летит на головы американцам». В каком-то смысле это было правдой. Неуправляемый «Салют-7» действительно может упасть. В диапазоне от 51 градуса северной широты до 51 южной. Причём не только на Америку, но и на Европу и Японию. В тот момент никто и не поймёт, что вся эта пропагандистская шумиха – начало реализации грандиозного плана – похищения на орбите. Весь период холодной войны СССР и США – это, конечно, весь период очень острого противостояния. Но начало 60-х годов – кубинский кризис и начало 80-х годов – это, пожалуй, два самых напряжённых периода, когда мы действительно балансировали на грани войны. Тогда Карибский кризис завершается компромиссом. И Советский Союз выводит ракеты средней дальности с Кубы. А американцы серьёзно уменьшают своё ядерное присутствие в Европе. Однако к 85-му году договорённости Хрущёва и Кеннеди уже серьёзно нарушены. Президент США Рональд Рейган вновь возвращает американские ракеты в Европу как ответ на переброску 14-й армии Советского Союза в Афганистан. В начале 85-го года мы вот находились в таком состоянии, когда ожидали нападений в любой момент. Тогда же, в 85-м, американцы заявляют, что новая система стратегической оборонной инициативы, СОИ, будет способна уничтожить на орбите любой спутник или ракету. Это означает только одно — мир на пороге звёздных войн. Был частью СОИ и американский космический грузовик «Шаттл». Наш многоразовый «Буран» тогда ещё только испытывался. Нельзя было исключать и того, что, как в фантастических фильмах про Джеймса Бонда, откроется грузовой отсек, захватит наш спутник и космический корабль и утащит с орбиты. «Шаттл Челленджер», готовый к старту на мысе Канаверал, и русская станция на орбите, потерявшая управление, для американцев это совпадение, как выигрыш по трамвайному билету. «Салют-7» можно спокойно разместить в грузовом отсеке «Шаттла» размером 14 на 6 метров. Грузоподъёмность «Челнока» — 27 тонн. Масса «Салюта» — всего 20. Станция остывала. Её больше не контролировали. Ей не давали команд и не требовали повиновения. Она могла умирать, как ей хотелось. Когда температура внутри ушла в минус, стали лопаться титановые трубопроводы. Вода, которая не успела замёрзнуть, выхлёстываясь из разломов, раскачивала салют и застывала на кабелях и внутренних стыках ледяными наростами. А потом на Солнце случилось три вспышки. Световой поток достиг внешней обшивки станции, ударил ветром в солнечные паруса её развернутых батарей. Всё больше раскручиваясь, станция начала свой, ей одной понятный полёт. Уже на четвёртом витке с момента исчезновения сигнала дежурные командного пункта военно-космических сил обнаружили терпище бедствия «Салют-7». Я был тогда руководителем полёта. Я поехал в эту организацию. И мы объяснили задачу и спросили, могут ли они нам помочь. И сказали, могут. Единственной доброй вестью для Центра управления полётами был прогноз баллистиков. До неуправляемого входа в атмосферу ещё 178 суток и 11 часов. Без четырёх дней полгода. Этого времени вполне хватало на подготовку и корабля, и экипажа, который мог попытаться спасти станцию. Однако через две недели возникает ситуация, которая резко меняет весь ход событий. 24 февраля, через 13 дней после потери управления станцией, на стол министра обороны Советского Союза ложится докладная записка Главного разведывательного управления. В состав нового экипажа космического челнока «Челленджер» включены два известных в СССР лётчика-космонавта. Французы Патрик Бодри и его дублёр, герой Советского Союза, кавалер Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени Жан-Лук Реттен, досконально знающий станцию «Салют-7». Космонавтами французские лётчики Патрик Бодри и Жан-Лук Реттен стали благодаря СССР. В знак советско-французской дружбы и в пику американцам они были приглашены в Москву для участия в Международной космической экспедиции. Блистательные лётчики – продолжатели советско-французского братства Великой Отечественной. «Эскадрилья Нормандия Неман в космосе» – так писали газеты. Первый в истории советско-французский экипаж, покоряющий Вселенную. В 1982-м в космос на орбитальную станцию «Салют-7» вместе с Владимиром Дженебековым, командиром экспедиции, полетел Жан-Лук Реттен. Патрик Бодри тогда был его дублёром. В американской орбитальной миссии 1985-го года их роли меняются. Жан-Лук Реттен назначен в состав дублирующего экипажа. Патрик Бодри – основного. Этот полет должен был в феврале 1985-го года и на «Челленджер». Сумеет ли «Челленджер» снять с орбиты станцию «Салют-7» и доставить её на Землю? На этот вопрос однозначно не могут ответить даже сами конструкторы станции. В глубоком принципе, конечно, эти проблемы технически решаемы. Но для этого надо много времени, разработать методику, потом затратить много времени, затратить много денег. Деньги у американцев есть, но в случае удачи выигрыш оправдывает все затраты. О русском космосе можно просто забыть. Плюс технологии, которыми владеют Советы и которые так и не появились у Америки. Для Советского Союза перехват станции грозит непростым международным конфликтом. Ну, конечно, захват американцами нашего космического корабля был равнозначен началу ядерной войны. Это то же самое, что американская атака на нашу ядерную подводную лодку, и наоборот. И тогда на экстренном заседании генеральных конструкторов и правительства принимается решение быстро формировать самый опытный экипаж, спасать станцию. Заодно спасать и страну. Однако на подготовку советского корабля и экипажа надо как минимум три месяца. А шаттл-челленджер в этот момент уже начинают выводить на стартовый стол. Это была катастрофа. Но тут происходят события, которые меняют не только планы американцев. 10 марта 1985 года, в 19 часов 20 минут, после тяжелой болезни, скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, Константин Устинович Черненко. Начало 80-х в Советском Союзе называли пятилеткой пышных похорон. 1982 год. Умирает Леонид Брежнев. В 1983-м Юрий Андропов. В марте 1985-го Константин Черненко. Конечно же, смерть в течение трех лет руководителей государства, это отнюдь не укрепляло имидж нашей страны. Хаос, который царил в руководстве СССР после смерти Андропова, к февралю 1985-го достигает апогея. Все понимают, до смерти очередного генсека считанные дни. В политбюро уже идет неприкрытая борьба за власть. И американцам об этом известно. На этом фоне похищение на орбите – реальность, граничащая с большим риском и колоссальными техническими сложностями. Но реальность – в феврале 1985-го никто из руководящего состава СССР не возьмет на себя ответственность за нанесение ядерного удара по США. Смерть Черненко в корне меняет ситуацию. Реакцию Советского Союза на действия американцев теперь просчитать невозможно. Десять часов утра. 10 марта 1985-го года в полдень по местному времени информация, что генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко умер, приходит в Вашингтон. До старта Челленджера – несколько часов. На Черненко смеялись, но советскую военную мощь боялись и боялись по-настоящему. И было чего бояться. Несмотря на то, что это была такая нервозность и в США, в Вашингтоне, в Москве, СССР в то время, с другой стороны, и наше руководство, и ваше руководство все-таки были рациональные люди. И понимали всю, значит, ответственность таких шагов. В тот же день, 10 марта 1985-го года, американцы отменяют старт Челленджера и переносят его на конец апреля. Официальная причина – технические неполадки. Были так много проблем, что в конце концов американцы аннулировали просто аннулировали полет. Перенос старта Челленджера дает Москве шанс. У Центра управления полетами появляется возможность опередить американцев и отправить на орбиту экипаж спасателей. Звездный городок. Космонавты-спасатели. Их готовят для русского космического челнока «Буран». В отряде лучшие из лучших. Летчики истребительной авиации, летчики-испытатели. Они осваивают технологии для специальной программы. Доставка на орбиту космических станций и спутников, их ремонт и возврат на Землю, переход с орбиты на орбиту при помощи двигателей корабля. Мы, конечно, смотрели такие всякие варианты экзотические, что, значит, так вот, взять какую-то станцию, куда-то положить в отсек «Бурана» или не «Бурана». «Буран» в то время готовился. Готового «Бурана» пока нет. Он еще испытывается. Но есть люди, знающие весь алгоритм новой программы. Как потом скажет Владимир Джанибеков, мы спали и видели эту работу. Снес пару раз, что я ремонтирую что-то в космосе. Что я лечу, вот, и ремонтирую, как в гараже. Инструмент у меня. И я там что-то делаю. Достроить «Буран» за полгода нереально. К тому же для него нет готовой ракеты. И тогда под орбитальную операцию спасения в авральном режиме переделывают штатный корабль «Союз». Но главное — командир операции. Для такого полета требуется человек с огромным опытом. В отряде космонавтов это Владимир Джанибеков. Однако своим четвертым полетом в космос в 1984 году он фактически завершил свою летную карьеру. Состоял заседание Большого технического совета. И Алексей Архивчеленов уже ночью, в пятницу, приехал в «Звездный», зашел в дом и сказал, что вот, Володь, такой расклад, и согласился бы. И не раздумывая, сказал «да». На том же заседании решают. Бортинженера командир корабля выберет сам. Джанибеков размышляет недолго. Бортинженером будет Виктор Савиных. Он действительно лучше всех знает станцию. А еще он лучше всех знает Джанибекова. Так что мы с ним знали очень хорошо друг о друге, знали все возможности каждого. И поэтому экипаж этот был... Не надо было психологически подбирать, экипаж был готов. Был, правда, нюанс, о котором они предпочитали не говорить. Космонавты прекрасно понимали непредсказуемость полета. Фактически они добровольные смертники с билетом в один конец. Однако к погибшему салюту они все равно придут не первыми. Станция медленно снижалась. 16 рассветов и 16 закатов, которые она встречала и провожала каждые сутки, стали приходить быстрее. Ей ничего не мешало. Станцию никто не беспокоил. Но ранним апрельским утром на нее сверху легла незнакомая тень. Она увеличивалась и закрывала солнце. Это была тень огромной белой птицы с черным брюхом. Однажды станция ее уже видела, но тогда птица не подлетала так близко. Под этой тенью обшивка станции начала сжиматься от холода. Я смотрел свои архивы много раз и никогда не видел фотографии, снятые в космосе седьмого салюта, перед тем, как мы на него пришли. И вот не так давно мне один из филаталистов в СССР прислал три таких фотографии. Это действительно тот самый салют, на который мы летели. И здесь написано «Мертвый салют седьмой». Сделано в США. Издательство. Год. Копирайт. Как считают эксперты, фотоснимок на открытке сделан с шаттла «Челленджер», который отправился на орбиту 29 апреля 1985 года в 16 часов 2 минуты 18 секунд среднеевропейского времени. Судя по данным, которые есть за этот период, американцы к этому приведу готовились заранее. В принципе, можно сказать, что они готовятся, начали его планировать предварительно с момента запуска салюта-7. Первый раз «Челленджер» полетел на орбиту салюта еще в октябре 1984-го. Тогда он забрал из космоса небольшой спутник «Шпион». Это был очередной этап программы поиска и снятия с орбиты неуправляемых объектов. Апрельский полет шаттла завершал эту секретную программу маневром на сближение с объектом большой массы. Расхождение орбит станции «Салют-7» и «Челленджера» в том полете составляло 1,7 градуса. Что они были запущены на эту орбиту, а могли оказаться именно на орбите 51 градус, вопроса нет. У них достаточно топлива, сколько-то там, пару тонн у них есть этого топлива для маневрирования. Для этого в нужный момент оптимальный, это уже отдельная задача решать, суть по обстановке, пролетая один из узлов орбиты, дается импульс и плоскости орбиты совмещаются. Апрельский полет шаттла «Челленджер» и был тем самым третьим завершающим этапом поиска крупных объектов на орбите. Взять чужой корабль, например, с солнечными батареями, с антеннами, с торчащими во все стороны там, это очень страшно сложная проблема. Станцию надо чисто побрить. Вторая проблема – надо положить на стапель в карго-бэе у шаттла и закрепить эту 20-тонную махину. В грузовом отсеке «Челленджера» устанавливается космическая лаборатория «Спейслаб». С ее помощью можно фиксировать все, что происходит с салютом и вплоть до заклепок изучить все крепежные узлы станции и внешнее оснащение. После этого полета американцы полностью готовы взять в космосе русскую станцию на абордаж. Космический абордаж, я бы сказал, это жаргонное слово. С точки зрения теории космических полетов это операция встречи на орбите. Одна из разновидностей, которая сопротивляется теми же уравнениями движениями и используется те же алгоритмы наведения, как и при стыковке с Международной космической станцией. Масса и размеры «Спейслаб» почти совпадают с массой и размерами салюта. Возвращаясь с высокой орбиты с такой полезной нагрузкой по специально просчитанной баллистической траектории, «Челленджер» фактически отрабатывает посадку с салютом на борту. В истории космонавтики никто и никогда не выполнял дальнего подхода к неуправляемому космическому телу. Не было у космонавтов и технологии поиска подобных объектов. Выстроить алгоритм такой работы можно только увидев станцию. Но чтобы ее увидеть, надо либо фантастическое везение, либо идеальный расчет. А скорее и то, и другое вместе. Корабль «Союз», который должен идти на поиски станции, не может совершать серьезных маневров на орбите. Он просто возит на станцию экипаж по просчитанной траектории и возвращает его на землю. Дженебекову и Савиных предстояло научить эту машину совсем иному способу существования в околоземном пространстве. Внешне «Союз Т-13» от других кораблей отличался мало. Все изменения касались внутренней части. Вот ручки, а здесь еще две. И тумблер, который переключает управление на эту пару. Со штатного Т-13 конструкторы сняли все лишнее. Добавили емкости для воды и топлива. Учитывая, что стыковаться придется фактически на ощупь, на иллюминатор поставили лазерный дальномер и прибор ночного видения. Чуть ниже закрепили дублирующее управление кораблем. И все равно до конца никто так и не понимал механизм стыковки без каких-либо ориентиров. В соответствии с программой исследования космического пространства 6 июня 1985 года в 10 часов 40 минут московского времени в Советском Союзе был осуществлен запуск космического корабля «Союз Т-13». Программой полета предусматривается проведение совместных работ с орбитальной станцией «Салют-7». На официальное сообщение ТАСС, опубликованное во всех газетах Советского Союза, в тот день обратили внимание только специалисты. Очередной запуск очередного космического корабля. И только профессионалы знали, поставленная перед экипажем задача на грани возможного. Как вы понимаете, станция была мертвая, значит, она не могла реагировать, система управления не работала, ну, ничего не работало. Значит, надо было, по сути дела, на «Союзе» подойти к булыжнику, к булыжнику и пытаться с ним состыковаться. Попытаться состыковаться, попытаться перейти в станцию, попытаться установить причину потери связи и, если возможно, восстановить комплекс. Но сначала станцию надо хотя бы найти. Когда внутри станции все замерзло, станция успокоилась. Только ленивое окружение вокруг продольной оси. Она уже почти 4 месяца была свободной. Она еще жила собственной, не навязанной с земли жизнью. Как только она выходила на солнечную сторону, сквозь закрытые иллюминаторы, внутрь начинали пробиваться тонкие яркие лучи. Станция даже подставила солнцу левый бок. Так лучей было больше. Она свободно плыла, приближаясь к земле. И все больше ощущая ее притяжение. Мы ждали в том иллюминаторе, где она должна была появиться. И, значит, она появилась маленькой звездочкой, но мы поняли, что это не звезда. Мы поняли, что это не планета, мы поняли, что это станция. Она села на Луну. Буквально почти. Луна и сверху сидит станция. Маленькая звездочка, но не звезда. Она все разгоралась и разгоралась. И была ярче, чем все звезды и планеты. Станция была прямо в иллюминаторе, как предполагалось. Ну и был хороший ориентир Луна. Началось сближение. Салют надо было догонять. Чтобы прицелиться, поймать станцию «Визир» и получить точные параметры всего несколько секунд. Без права на ошибку. Дальше опять в режим прямой видимости. Заря, заря. Я Памир-2. Как я слышу прием? Удаление полтора километра. Продолжаем сближение самочистов. Полтора километра — лишь формальная дистанция. Реально межкосмическим кораблем «Союз Т-13» и орбитальной станции «Салют-7» по-прежнему пропасть. Пропасть неизвестности. Раньше мы стыковались таким образом. Значит, в машину корабля закладывается определенные данные о наличии станции на орбите, и машина ведет тебя к этой станции. Выдаются импульсы, и в автомате мы подходим к станции. Здесь же этого не было. А что там сложилось? Я умею это делать. Это мое ремесло. Вот мне сложно уголь добывать. Я когда в шахту спустился, однажды меня погрузили ребята в Луганской области, в шахту. Мне страшно там стало. Я думаю, как здесь люди, это герои настоящие, работают, вкалывают. Только на этом расстоянии они поняли. Станция развернута к кораблю нерабочим стыковочным узлом. Стыковка в штатном режиме невозможна. Ее надо отменять. Земля, тем не менее, предложила попытаться. Но если неудача, то провал миссии, спуск с орбиты и салют, падающий на головы землян. Экипаж решает облететь станцию. Но это только в фантастических фильмах космические корабли маневрируют, как истребители в небе. В реальности они летают по прямой, лишь корректируя свою траекторию. Маневр такой сложности, как облет станции, при неудаче грозил не только провалом миссии, но и гибелью экипажа. После долгой паузы Земля соглашается с решением командира. И опять без права на ошибку. Главное не потерять визуально из виду станцию. Если вы ее видите, вы контролируете свои действия. Вы понимаете, с какой скоростью вы облетаете, в какую сторону. В нужную сторону ведь надо облететь. Конечно, стыковаться вручную, это сама по себе проблема достаточно сложная, требующая навыков, внимательности. Рассогласование корабля и станции в допуске. Угловые ходите, что я мой? Да угловые, только незначительные. Нормально идет управление. Исторический момент в развитии пилотируемой космонавтики. Он войдет во все мировые учебники. Ручные стыковки были и до этого, и после. Однако никто, никогда, кроме экипажа Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, так не стыковался в космическом пространстве. К тому же с неуправляемым объектом. Успешную стыковку зафиксировали и в Хьюстоне, хотя она еще ничего не гарантировала. Поэтому на мысе Канаверал продолжали готовить к старту очередной челнок Discovery. В составе экипажа по-прежнему летчик-космонавт Патрик Бодри, досконально знающий «Салют-7» и одно свободное пилотское кресло. Ведь русские не справятся со станцией. И в катастрофе, которая неминуемо случится, выживет только один космонавт. Тот, кто будет страховать. И тогда на орбиту поднимется американский челнок, заберет неуправляемый «Салют» и, возможно, спасет русского космонавта. Две из поставленных перед Владимиром Дженебековым и Виктором Савиных задачи выполнены. Но впереди самое главное – выяснить, что же произошло с «Салютом». Для этого в него необходимо зайти. Действительно, мы с горечью подумали о том, что этого дома, на котором жили предыдущие экипажи, еще два экипажа перед ними, и мы поняли, что этого дома не стало. Ведь если на Земле сгора, горит дом там, или еще что-то дома случается, это трагедия. Так и тут для нас это было в первую очередь потеря этого дома, но в то же время это, конечно, потеря, огромная потеря лабораторий. На Земле больше всего опасались разгерметизации. Если на станции космический вакуум, экипажу придется сводить ее с орбиты. Запасов воздуха на корабле просто не хватит, чтобы заполнить весь «Салют». Мы открывали клапан и проверяли, падает там давление или нет. Следующие мгновения должны определить судьбу всей экспедиции. Первый поворот заглушки клапана. Стрелка манометра неумолимо ползет вниз. Мучительное ожидание и тонкий свист уходящего воздуха. Еще несколько секунд, и клапан придется завернуть, задраить переходные люки и начать операцию по уничтожению «Салюта». Поначалу насторожились, потому что очень быстро стрелка манометра дрогнула в сторону снижения. Но затем это замедлился, ход и по ушам ударило. Стало как-то понятно, что там холодно, наверное, поэтому и температура, и давление низкое. Когда мы выровняли давление между станцией и кораблем, понятно, что атмосфера, давление одинаково, поэтому можно уже открывать люки. Мы уже в переходном отсеке поняли, что нет электроэнергии. И вот мы сюда вплыли, тишина жуткая, темно, ну и холодно. Холодно не ощущали, потому что мы были базарки. Космонавты молчали. Молчала и станция. Казалось, космический дом мертв. Знаете, вот это, как в детективном фильме, летают два космонавта в темноте, с фонариками, ничего не работает. Ну, в общем, сюжет для какого-то блокбастера. Я представил себе глубокий погреб где-то в пустыне Каракум ночью. Потому что сухо, холодно. Я из тех краев, я знаю, что такое сухой холод, вот такой. Значит, что сделали? Подплываем сюда к иллюминатору, открываем эту крышку, крышку иллюминатора и столб света. Как раз на солнечной стороне орбиты находились. И столб света вот сюда вот так проник. И, значит, полейнки, так, и, в общем, красивое зрелище. И все. Предварительный осмотр завершен. Салют-7 полностью обесточен. Замерзли все системы. Не работает система регенерации воздуха. В самой станции минус 7. Запаса воды и воздуха на 5 суток. За это время экипаж должен прозвонить все электрические цепи салюта, зарядить аккумуляторы и оживить автоматику. Только тогда на станции появятся тепло, свет и чистый воздух. Ну а дальше надо заняться ремонтом. Станция с пристыкованным союзом была смертельной ловушкой. Как только спасатели подадут тепло и зажгут свет, лед растает. Станция обрушит на них потоки воды и замкнет электропроводку. А потом избыток кислорода и пожар, в котором погибнет экипаж спасателей. А станция продолжит свой полет. И, войдя в плотные слои атмосферы, просто вернет Земле тех, кто научился с такой легкостью преодолевать гравитацию. В Америке продолжали ждать. В Хьюстоне понимали, когда русские космонавты проникнут на замороженную станцию, события будут развиваться с угрожающей быстротой. Короткое замыкание выведет из строя не только системы станции, но и все системы корабля, на котором экипаж спасателей прибыл на Салют-7. Подобный ход событий американцам уже был известен из опыта работы со своей орбитальной станцией Skylab, которая погибла еще в 1979 году. Тогда, по схожим причинам, американцам не удалось ее спасти. В НАСА уверены, реанимировать такой объект в такой ситуации нереально. Американцы продолжали готовиться к полету. В запасе оставалось 10 дней. Тот срок, которого русским должно было хватить либо выполнить свою миссию, либо погибнуть. А из высоких кабинетов уже заявили о героическом экипаже Дженебекова-Савиных, об аварии на станции и серьезных неполадках, которые уже устранены. Мир ждал, когда героев покажут. Для начала по телевизору. Особенно этого ожидали американцы. На стартовом столе на мысе Канаверал по-прежнему стоял шаттл Дискавери. Репортаж с орбиты, со станции Салют-7 нужен был срочно. Было принято решение, что надо показать первый телерепортаж. Мы за столом, в костюмах, в шапках сидим. Рюмин говорит, ну-ка, отдохните. Так, ага, ну, воздух не очень хорошо видно, но, в общем, нормально. Ну, а сейчас, говорит, шапки-то снимите. Ребят, вас надо народу показать, что вы вот такие. Нормально у вас все. Это интервью, сделанное в первые дни после стыковки, в гостелерадио нещадно порезали по политическим и стратегическим мотивам. А вот как все было на самом деле. Все случилось, как предсказывали эксперты НАСА. Кроме одного, короткого замыкания не было. Дженни Беков и Савиных не стали подавать на станцию электричество. Космонавты просто развернули ее кораблем, чтобы она максимально прогрелась с солнцем. Вот тогда начался кошмар. После того, как появилась, стала плюсовая температура, весь тот лед, который был вот вокруг, он весь растаял. И это был самый страшный момент жизни на станции. Потому что вся станция покрылась тонкой пленкой воды. Ты по стенке так стукнешь, она туда брызгивает так вот. Открыл панели и только туда хранить. Свету было мало, так и, в принципе-то, я и не смотрел там глазами. И погрузил руку прямо в воду. Весь вот этот объем – одна вода. Ледниковый период сменился всемирным потопом. Короче, пошли в ход тряпки. Какие тряпки? Их не так много на станции. Полотенца, салфетки. Их уже нету. Ну, костюмы начинаешь раздирать. Белье сначала, потом костюмы. Я достаю упаковку Светланы Евгеньевны Савицкой. Я это помню. Светочка, извини, пожалуйста. Я бы вернул тебе вот этот красивый наряд, но я вынужден использовать его не по назначению. Им оставалось только ждать прихода грузового корабля и делать максимально возможное для спасения станции. Они все время повторяли Земле. Не забудьте про тряпки. Нам нужны тряпки. Все панели были вскрыты. Практически все. И был, когда отремонтировали, был такой хаос. Все летало. Все. У меня два, наверное, или три нам выделили, для того, чтобы мы все это поставили на место. Телевизионный репортаж с орбиты о русских космонавтах, реанимировавших мертвую станцию «Салют-7», прошел по всем каналам американского телевидения. А еще через пять дней в торжественной обстановке с мыса Канаверал транслировался запуск шаттла «Дискавери» с первым французско-арабско-американским экипажем на борту. На борт Челнока были загружены четыре мексиканских спутника связи. Перед экипажем стояла задача провести серию сложных экспериментов в космосе и благополучно вернуться на Землю. В бортовых машинах шаттла была заложена обычная программа выхода на привычную для астронавтов низкую орбиту. Нет, мы не знали. Персонально я не знал. Совсем не знал. Я знал, что Джани, Володя, летал, но я не знал, почему он летал. Я не знал свою миссию, я не знал свою работу, я совсем не знал. Как считает Патрик Бодри, правду о том, что происходило в 1985 году, мы вряд ли узнаем. И даже если узнаем, и у нас на руках окажутся все документы, подтверждающие именно такое развитие событий, это все равно ничего не изменит. Сегодня важно лишь одно. на Земле живут два человека, спасшие в космосе свою страну. Вот, Джанемеков. Еще Джанемеков. Ну, и сейчас один их. Еще шесть лет после экспедиции спасения станция «Салют-7» продолжала работу. А в 1998 году история с полетом на орбиту спасателей и срочным стартом шаттла получила неожиданное и даже комичное продолжение. Та самая видеопленка с записью Савиных и Джанемекова, снимающих перед камерой полосатые шерстяные шапочки, попала в руки американских продюсеров. И на экранах всего мира появился фильм «Армагеддон» с мужественным спасателем Брюсом Уиллисом. А Джанемеков и Савиных стали одним космонавтом, небритым русским мужиком в устрашающих размеров валенках и шапке-ушанке со звездой во лбу, кувалдой, ремонтирующим орбитальный комплекс. Знающие посмеялись, а незнающие обиделись. Вот такая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова